Всем привет! В этом видео мы будем тестить Холлоу Дэд Сайзера с свинцом в центре, в слое, против вот этих вот четырёх ребят, мощнейших боев пятого сезона. Давайте уже приступим к тесту. Давайте. Первый соперник это Рейд Шлонгинус, потому что Рейд Шлонгинус самый слабый из этих. Ну, типа, по показателям моего теста, моего турнира. А вообще он прям хороший. Я бы не сказал, что он кому-то уступает. Вау! Вау! Как-то я странно запустил Дэд Сайзера. Он прям начал хорошо гонять. Нужно Лонгинус. Я придумал. Я сейчас второй бой сделаю. До двух очков, если что, будет играть с каждым из них. Вот. Я придумал. Я сейчас запущу, короче, чтобы они оба гоняли. И, короче, они встретятся на... Ну, как бы, просто встретятся. И будет, думаю, прикольно. Давайте начнем. Так и сделаю. Так и сделаю. Тут Лонгинус, скорее всего, победит. Он более выносливый. Хотя, кто знает. Возможно, нет. Да. Так и произошло. Хорошо. Сейчас я запущу их. Обоих. Их обоих. Так. Дэд Сайзер не ожидал такого. Прикол! Вау! Лонгинус тоже. Видимо, Лонгинус тоже не ожидал. Прям хороший удар. Оба такие крутые бои. Мне прям нравятся. Оба такие тяжеленькие. Оба атакующие. Оба мощные. Жесткие. Молодежные. Право и левосторонние. Прям крутые. Ну, вернее, один вправо, а другой влево. По часовое против часового. И у нас побеждает с Лонгинус, скорее всего, да? Но Дэд Сайзер сражался достойно. Вот. Дэд Сайзер сражался достойно. Вполне достойно. Теперь мираж во сне. Сильно запускать нет смысла. А зачем? Кстати говоря, Дайгат Гурагами. Один из моих любимых Блейдзеров. Честно говоря. Он прям хороший. Жаль, его слили, конечно. Он прям хороший. То есть он, во втором сезоне, просто почти что уделывал большую пятерку, наверное, да? То есть он сражался практически с ними на равных. То есть, например, с Джошуа Бернсом. Он сражался, в принципе, практически на равных. Да, он проиграл ему, но все же хорошо. Он прям крутой. Он Блейдер со стилем. Дайгат Гурагами. Прям крутой Блейдер. Так, хорошо. Запущу посильнее с Фафнера, чтобы не издеваться так уж. Дайгат. Вау, Дэд Сайзер перебрыгнул с Фафнером. И сейчас он гоняет вокруг него. Он капец разбаланчный, у Дэд Сайзера. Очень разбаланчный. Но, ну и ладно, как бы. Зато он более тяжелый, более выносливый. Немножко. Конечно, не в противоположную сторону. Хотя, в противоположную, в принципе, может перекружать. После Фафнера я возьму Спрайзена. Скорее всего, в правую сторону, потому что в левую. Ну, а так не интересно. В левую не интересно. Нужно, чтобы против левосторонних... Против правосторонних. Короче, в балансе что-то было. Так вот, Спрайзен я пока поставлю ему, наверное, да. Пусть стоит на стандартном режиме. На атаке вправо. Спринг. 3-2-1 в пе. Фафнер, он проиграл в Децезе. Ну, ну и ладно. Вау. Значит, идем мы по нарастающей. Сначала Лонгинс. Такой, который занял четвертое место. Потом Фафнер, который занял третье место в моем турнире. Потом Спрайзен, который занял... Ну, вообще, Спрайзен и Вальфири, они... Эмм... Как бы, на одном месте. На первом и втором. Но мне кажется, что Валькира более мощная. Потому что... Ну, камон. Она в аниме более мощная. Поэтому я ее поставил на первом. Вообще, по сути, Спрайзен и Валькира примерно равна. Кстати, смотри, что делает Фредсайзер. Смотри, что делает. Почти, почти. Ушатал Спрайзену. Прикинь, что? Прикинь, что? Прикольный чел. Прикольный. Давай еще раз. Спрайзен он ссатался прям. Прямо видно было, что он уже устал. Ну, такой, из последних стилей сражался прям. А сейчас Дэв Сайзер какой-то фильм не творит. Не хочет это побывать. И это странно. Тысячи живые. Ну, бывает. Может, это его тактика. И побеждает у нас кто? А побеждает у нас кто-то. Кто-то побеждает. Не знаю кто. Дэдсайзер снова очень хорошо ослабливает для Спрайзена. Спрайзен становится все меньше. Медленнее и медленнее. Но побеждает все же Дэдсайзер. Это хорошо. Кстати, да, Дэдсайзер, правильно, а не Думсайзер. Кто не знал. Теперь против валики. Три. Думсайзер это на русском. Вот. То есть, это как бы... И указ... О, я не знаю. Короче, вы поняли. Нет, ну так неинтересно. Так. Мне так неинтересно, когда гоняет. Ну ладно. Валькирия, она, кстати, любит погонять. Но иногда, иногда она... Ну как иногда? Чаще она, конечно, в центр идет именно атаковать соперника. Сейчас же она выбрала странную стратегию. Очень странную. Очень прям странную. Вот прям очень. Не знаю. Побеждает кто? Валя или Дэдсайзер? Валя или Дэдсайзер? Дэдсайзер. Хорошо. Следующий бой. 1-0. Кстати, я же хотел сразить Дэдсайзера и Дэдсайзера против партии. Типа, за место первое в моем турнире. Вот Валькирия сейчас прям хорошо атакует. Вот, я об этом и говорю. Потому что она прям когда надо в такие моменты просто начать уничтожать соперника. То есть, она как бы не в сухую побеждает. Она побеждает именно потому, что она крутая. Потому что она Валя. Потому что она Валькирия. Ну, блин. Так. Ну, 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 ну. Ну и побеждает, и побеждает. И кто побеждает? Ничья. 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 Хорошо. Давайте еще раз. Давайте. Я уже прям как-то... Вау. Валя нападает. Хорошо нападает. Нападала. Хотя нападает. Начинает гонять. Дэдсайзер что-то в центр ушел. Валькирия такая, типа, суслил. Суслил в центр. Я не понял. Я не поняла. А ну иди сюда, мой родной. Иди сюда. Я тебя ушатаю. Хочется тебя избить. Так. Дэдсайзер более вынослив, чем Валькирия. Ну, это понятное дело. Но... Все же проиграет. 1-1. И решающий бой. Давайте. Три, два, один. Вперед. Три, два, один. Вперед. Вау. Фу. Прям хорошо атакует Валькирия. Прям замечательно. Но Дэдсайзер держится. Но Дэдсайзер держится. Предлагаю провести бой до трех. Ну, типа, бой в, короче, финал. Это же просто... Это вне турнирный бой. То есть, я так по фану играю. И Валькирия побеждает, как бы. Ладно. Дэдсайзер смог вырвать одну очко, но все же нет. Но все же не победил. Но... Но Дэдсайзер, в принципе, хороший бой. Я прям респектую. От Флейм лучше, конечно. Лучше от Акаратоми. Но НК тоже, в принципе, норм, если добавить ему металл. Ну, а с вами был Скадр. Подписываемся на канал, ставим лайки. Всем удачи, всем пока. До скорого. Увидимся в новых роликах. Пока-пока.